Привет! Всем привет! Так, подожду минутку, пока все присоединятся. Итак, как ваши дела? Что новенького? Здравствуйте, здравствуйте. Приветики, приветики. Давно с вами не виделись, давно с вами не общались, я тут подвыпала из инстаграммной жизни и не только. Так, ты участвуешь в проекте Маска? Нет, не участвуя в проекте Маска. Мне не очень нравится проект Маска, вообще в целом, как франшиза, поэтому я там не принимаю участия. Так, что у меня новенького? Ну, у меня очевидная новенькая новость, что я беременна. Очень много вопросов сыпется по поводу предстоящих концертов, что они отменяются или не отменяются. Нет, все концерты будут, я нахожусь на середине срока. Вот, поэтому после американского тура я официально ухожу в декрет, а пока все, все состоится. Как я себя чувствую? Сейчас я уже чувствую себя очень хорошо. Покажи живот, так и знала. В общем, это все, ради чего вы все здесь собрали, еще я вам показала живот. Ну, на фотке в инстаграме он для красоты, конечно, слегка его преувеличили, потому что с маленьким животом нет смысла выкладывать. Вот, поэтому вот мой живот. Он еще не настолько огромный, да, но уже сильно заметный. Так что такие дела. Ну, штанишки в любимые уже не помещаются. Приходится, видите, в таких пижамках ходить, слегонца. Так, куча вопросов. Где будете рожать? Как проходит беременность? Я только что показала живот. Кто не успел, тот опоздал. Все, пока. Все, очень все интересно. И все подробности у меня скоро выйдет интервью в конце месяца. В конце же месяца оно выйдет? Ну, вот. Подсказывает мне, что в конце месяца у меня выйдет интервьюха. Я вам там все расскажу, как проходила, как проходит беременность, какие сложности, какие легкости, как я себя ощущаю. Вот. Единственное, что я могу сказать, что я дама с токсикозом, поэтому я часто буду выпадать из жизни. Вы не обращайте на это внимание и как бы ждите от меня новостей. Вот так. О, спасибо, спасибо, комплименты. Вам идет беременность. Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно. Так. О, столько комментариев. Боже, как приятно. Спасибо большое. Прошут, какой месяц? Это секрет, это тайна. Это тайна, потому что главное, что вам нужно знать, что в марте и в апреле выступать я еще смогу. А потом я уже точно пойду в декрет, буду спать, изучать разные языки. В общем, все делать то, что я давно откладывала, потому что не было времени за гастроли и активной творческой деятельности. Может, наконец-то научусь водить машину, да, и сяду за руль, потому что мне в прошлом году еще муж подарил машину. Она уже год как стоит ждет, чтобы я научилась водить, и все никак. Мне уже очень жалко и стыдно перед ним, поэтому я наконец-то пойду на вождение. Ловите меня на улицах Киева. Спасибо, спасибо. Спасибо за комплименты. Вы беременна? Да. Кто? Я по гороскопу. Но тут очень легко, поскольку день рождения у меня было пару дней назад, 15 февраля. Я водолей. You are gorgeous. I love you. Respect from UK. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. Так, что еще? Какие интересные вопросы. Кто будет? Я сама не знаю. Решила этот сюрприз оставить на потом. Ну, чтобы, знаете, уже как бы по факту удивиться, да? Так. Говорят, что в декрете проявляются новые хобби. Это правда. Я сейчас очень много изучаю право и интересную такую тему по поводу статусов человека. Мне очень нравится. Ну, конечно, в основном я изучаю право на базе украинского законодательства, потому что я здесь живу, в Киеве, в Украине. Но мне и очень много международного сейчас тоже начала изучать. Мне нравится безумно. И у меня очень классно получается, кстати. Возможно, возможно, что-то мне домстрельнет после родов. Я, может, вообще пойду в адвокаты или в юристы или в правоведы. Вообще я планирую. Мне бы хотелось получить еще одно высшее образование, еще три высших образования. Поэтому, возможно, если у меня будут силы, и я успею подготовиться ко вступительным, то на следующий год я пойду заочно получать еще одно высшее образование. Как? Боже, столько вопросов про Евровидение и так далее. Ну, как всегда. Это Казашева зададите. Я отвечу так, что мне похуй. Я скажу вам честно, мне абсолютно насрать. У меня жизнь бьет ключом, у меня столько событий, я настолько за этим не слежу. Мне просто все равно, что происходит. Это проблемы других людей, не мои. Слава Богу. Так. Опа. Не успеваю просто за вашими вопросами. Опять вопрос, ты беременна. Ну, я же уже сказала. Слава Богу. Спасибо тебе, Техаси. Вау, спасибо большое. Май morbидит. Будьте от zagуливаться. Для всех моих фантов, я хочу сказать, что все мои концерты в марте и апрселе, я буду на этих концертах. don't worry about that cuz i still have i still have power to make performance on stage don't worry about it спасибо спасибо за поздравление пишут а как же гендер party ну я не очень приветствую гендер party мне не сильно интересно come to mexico пишут one day of course i will come to mexico and actually in my plans i want to learn spanish so i think one day i will be in mexico with concerts and also i want to write songs in spanish so i think it will be a very interesting experience and good songs будут ли концерты в челябинске но в ближайшее время точно нет вам знаете как бы сюда ехать надо планировала ли я беременность ну мне как бы уже хотелось заводить детей да ну вот так что прям в сильно я планировала нет просто взяло и получилось все-таки мы уже с мужем 10 лет состоим браке мы 10 лет вместе вот и мы наконец-то нагулялись на путешествовались на отдыхались и так далее и хочется уже как-то расширяться я вообще хочу шестерые детей поэтому смотрите знаете что можете посылать желание в космос чтобы в следующий раз у меня были сразу тройняшки или четверняшки чтобы я поменьше в декреты уходила так сразу знаете по три по четыре за раз рожала так переносов концертов которые состоятся в марте и в апреле не будет напоминаю что 4 марта это варшава 8 марта это москва 11 питер и конечно же в апреле тур по штатам он состоится я приеду хочу сказать что это будет уникальное шоу еще ни одна звезда беременная не плясала с животом уже придумали куча фишек куча всего интересного поэтому приходите не пропустите такое зрелище возможно будут роды воду прямо на сцене почему именно шесть детей сама вырастишься потанцовку ну вот как раз до выращусь и потанцовку не знала что-то не стрельнула цифра 6 и все я бы может даже и больше хотела да но пока что я вот та цифра перед которой мне не страшно шесть а вообще вы знаете что по древним ведом женщина за свою жизнь должна родить 16 детей то 4 ребенка идет в рот с твоего мужа потом 4 ребенка должны уйти в рот в твой рот собственный 4 ребенка рождаются они будут какими-то жрецами на служение типа обществу и так далее и следующих четыре ребенка рождаются до для того чтобы совершенно новые души которые еще никогда ни разу нигде не воплощались но это так если углубляться в эзотерику ну я же просто эзотеричка на вот но 16 цифры меня сильно пугают да а 6 нормально так еще самое долгожданное событие то что вы очень долго ждали и просили а я сильно тянула тянула и растягивала кота за хвост это релиз шарлотту ту 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 он уже очень скоро я вот заанонсирую дату когда выйдет песня на этой неделе и выпущу тизер пару фоточек и всего остального поэтому наконец-то вы дождались наконец-то вы увидите послушайте то что очень близко мне и очень лично и мое очень любимое так мару в псевдоним подобран по нумерологии нет не по нумерологии просто короче просто мне так приснилось если честно так когда рок-версия марии а кстати вот возможно в марте я выпущу она в принципе готова и поэтому можно и выпустить рок-версию марии для тех кто очень ждет я сейчас киеве и рожать планирую тоже в киеве так нашли пошли эти вопросы про политику и так далее ребята если вас не устраивает моя позиция я буду ездить туда куда хочу как хочу с кем хочу поэтому не нравится до свидания никого не держу для тех всех кто со мной согласен в адеквате и так далее то оставайтесь здесь смотрите мои песни слушайте наслаждайтесь жизнью поменьше смотрите телек это кстати очень полезно занимайтесь собой потому что самый главный человечек вашей жизни это вы и кроме вас самих а вас никто не позаботиться и кроме вас никто не позаботиться о вашей семье родных и близких поэтому думайте об этом ставьте это в приоритет приоритет свое счастье свое благополучие и благополучие своего рода и своей семьи конечно же да мы сладкие мои хорошие мои нежные курочки целую аминь всем всем пиз как говорится и одна правда время конечно сложное прекрасно понимаю все но мы с моей командой моей семьей мы принципиально не смотрим новости не смотрим телек потому что это очень угнетает и плюсы я как человечек очень много интересующийся всем изучающим исходя из истории уже примерно понимаю что знаете надо чем-то всегда пугать никогда не будет классных времен в ни в одной стране никогда не будет подходящего времени всегда будет какой-то пиздец то коронавирус то будет нагнетать какими-то помните вечными то дефолтами то войнами то есть всегда какая-то проблема никогда не было такого что было все хорошо все стабильно и все были счастливы и так далее поэтому если ждать подходящего момента или какой-то классной ситуации стабильной в стране вы ее просто не дождетесь будет постоянно какие-то революции проблемы все что угодно а жизненная идет она у вас одна и у вас есть свои задачи которые вам нужно выполнить в этой жизни нужно быть главная задача это быть счастливым человеком счастливым человеком или по совести поэтому как бы этим и занимаются занимайтесь собой своим детьми родными близкими вторыми половинками обязательно да вот и все будет у вас классно будьте счастливым офигенным человеком как я чувствую себя психологическим вы знаете я себя чувствую очень стабильно это первое второе как никогда не сочувствую очень уверенно из-за того что опять же я у меня появилось очень много знаний и за это время много чего прочла много лекций вебинаров переслушала и и очень много всяких интересной литературы и международных конвенций почитала поэтому и как никогда себя ощущаю я бы сказала сильной защищенной и уверенной вот так потому что знание сильно все-таки в знаниях и в том что когда ты умеешь ними пользоваться и в том как ты умеешь их применить вот а это очень важно вот спасибо за комплименты спасибо что рады мне видеть и слышать это же нас рады и слышать как будто зашла в расклад таро эта идея и на самом деле второго у меня очень плохо получать заниматься хотя люблю смотреть всякие расклады обожаю но только не в тик токе ну там я просто люблю смотреть и поржайте а вот какие-нибудь типа там нормальные типа анны век дашь я такой люблю посматривать такой под вечерочек знаете там ну вместо какого-то сериальчика так чтобы отдохнуть вот это прикольная штука меня очень развлекает будет ли в декрете выходить треки от маруф не знаю посмотрим но от шарлотты у туту точно будет выходить треки от шлакоблочины тоже я выпущу к чему песня прощай но песня прощай к тому что новый этап моей жизни понимаете я прям чувствую что вот но уже прошла какая-то вот ступень определенную своей жизни прожила определенную энергию вот и сейчас я вошла в абсолютно новую энергию и другие ощущения себя вот и это нормально это классно наверное хорошо ты у каждой девочки есть такой этап куда когда ты из такой вот как маруф так агрессивно сексуально да уже трансформирующего что-то более более нежное более женственно вот как раз верно беременность вот в этой энергию включать женщины я прям это почувствую на себе после родов посмотрим как я буду себя чувствовать вернется ли ко мне это чертинка либо поменяется творчество но в любом случае это отложит свой отпечаток на том какая будет дальше моя музыка и какая буду дальше я надеюсь худая самое важное кстати очень стараюсь не жрать ну я в плане вы поняли до чтобы как бы потом не худеть годами так еще раз отвечаю что пол ребенка я не узнавала так прошла к облочину я буду запускать новый проект он очень интересный это будет youtube шоу будет выходить на канале даже шлакоблочины поэтому если вы еще не знали вот вам youtube в помощь заходите пишите шлакоблочина подписывайтесь и в марте месяце дать это в марте может может в начале апреля выпущу пилотный выпуск вот очень интересное шоу не скажу как называется скажу только то что вы увидите меня на кухне поскольку готовлю я очень плохо даже посуду ненавижу мыть и ну как бы она часто у меня стоит и ждет пока придет домработница и помоет вот такая вот я сука но тут я решилась понимаете как бы на трансформацию раз я будущее мать да то я должна уметь хотя бы и и шлицу и хотя бы овсяночку то заварить вот поэтому небольшой спойлер о том какой будет шоу шлакоблочины а на каком ты месяце я на середине срока вот отвечу так чтобы вам было понятно я на середине срока я сейчас могу еще выступать могу активно заниматься творческой деятельностью вот как раз вот до середины апреля месяца а потом уже жесткий декрет так спой что-нибудь гендер пати не будет еще раз повторю я не хочу узнавать я хочу чтобы это был сюрприз для меня когда я рожу так просишь что-нибудь спеть я сегодня не одна у меня сегодня с гитарист и после этого прямого эфира я выйду в прямой эфир на ютубе и там я спою пару песен поэтому переходите на youtube и в 19.30 увидимся с вами на таком небольшом онлайн концерте ки так общаясь с девочками которые ушли из балета да но не так прям близко потому что они своими занимаются делами я своими но я за них очень рады за их успехи небольшие молодцы я надеюсь что все получится у них все запланированное то о чем они мечтают обязательно у них будет со так все вопросы про беременность будут в интервью у меня в конце месяца выходят два классных интервью больших и там все подробности о том как я узнала когда беременна как не сообщила своему мужу как я себя чувствую во время беременности все остальное поэтому все там расскажу так не пишет к вам было видно когда на x-factor и сказали нет конечно обидно я найти какая даже не то что обидно я очень разозлилась думаю какого хрена я же такая классная невероятная такая интересная почему меня туда не взяли но потом поняла просто что я была не формата не то что не формата просто шоу есть шоу там есть свои каноны свои правила и определенные персонажи которые нужны для этого шоу и просто мой туда не был нужен и слава богу это было к лучшему потому что видите после этого я на зло врагам на радость мани стала дико популярны так на спой хоть пару франц ну хорошо давайте а капелочка да молодим а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот так У вас классные песни, слушаю каждый день Спасибо, спасибо большое Так, давайте еще пару вопросиков И в 19.30 встретимся в ютубе Там я попою Сколько я планирую быть в декрете? Сколько нужно? Сколько получится? Сколько нужно? Так, когда будут концерты в США? Здрасте, вы, ребята, вообще просто не следите за новостями Каждый день я фишу выкладываю В апреле этого года Целых сколько там, 5 или 6 городов Приезжайте в любой Буду очень рада Ну, шоу будет просто бомбел Костюмы нереальные То есть уже все шьется, пошито, ставится Тем более, когда вы еще увидите Понимаете, секс от беременной женщины на сцене Да, это такое событие интересное И вообще интересно, да, как это будет выглядеть Мне на самом деле самой Если бы у меня была такая возможность Я бы сама на себя купила билет И пошла посмотрела Но так нельзя Так не получается Альбом, ноунейм, пушка Все песни на репите Ой, боже, спасибо большое Я так рада, что его оценили Вот честно Мне очень приятно Потому что там очень много было экспериментальной Не то, что даже экспериментальной музыки А я там просто не гналась за какими-то трендами И не гналась за тем, чтобы сделать хит А просто работала в удовольствие Как часто репетируете программу? Ну, да не знаю Время от времени Конечно, перед какими-то концертами Там фактически каждый день собираемся А если нет какой-то активности такой серьезной Да, то Ну, как Время от времени Чтобы не задолбаться И успеть отдохнуть тоже Израиль будет Приезжайте, пожалуйста Ну, уже как бы попозже сильно будет в Израиль Планируешь дальше погружаться в рэп и андеграунд? Ну, посмотрим В рэп, да Ну, почему бы и нет Интересно бы себя попробовать в этом направлении Мне кажется, у меня получается Ну, да? Ну, я так думаю А у кого выйдет интервью? А у кого выйдет интервью? А? В России Hello в Украине на Виве О, там ищите Песня Пуча Генза просто огонь Спасибо большое Мне очень приятно Какое хобби сейчас по душе? Ну, конечно же, жрать и спать А потом рыгать Собственно, вот и все хобби Вот и все мои будни сейчас Более шикарный коллапс Спасибо, спасибо Очень приятно Так Опять спрашивают про Евробачення Ребята, мне не насрать Пожалуйста Давайте что-нибудь другое Это, знаете, я просто после моей ситуации Больше не хочу в это погружаться Хай люди сами разбираются А хай люди там Самі, понимаете, там Решают свои вопросики Хто прав, хто не прав Хто виноват Хто їде, хто не їде Ну, это уже, как бы, их життя Их стежечка, да Нехай они не идут Так, когда выйдет Киленми Софтли? Я в эту пятницу дам релиз, когда она выйдет Так Ну что, все Будем заканчивать И увидимся в Ютубе Через час Да я уже проголодалась Пора мне что-то съесть Что-то вкусненькое Вот А, кстати, у меня еще большая просьба Пожалуйста, не приходите Приходите на концерты Но без цветов Я вас умоляю Мне потом их некуда ставить А выкидывать очень жалко Это раз От вас Ну, то, что Вот лучше эти денежки Потратьте Вот, вы знаете, что я поддерживаю И приюты Или иногда выкладываю у себя Там, помощь Там, деткам Ну, только я выкладываю Пожалуйста, не пишите потом Помогите там моему Мальчику Моей девочке Я выкладываю тех людей Которых я знаю Потому что очень много Мошенников в этой сфере Да, вот лучше Короче Помогите Вот туда Или каким-то своим знакомым Приютом Или детский Или Ну, короче Ну, короче Лучше деньги Что вы планировали Мне на цветы потратить Потратьте туда Игрушки мягкие Тоже не надо Я же потом Ну, как я их заберу домой Ну, вот Вы мне их надарите А мне потом Куда их девать Еще одну Покупать Еще один чемоданчик И с ним ехать У меня же уже перевес И так Там пока все костюмы Вместишь Это просто капец Так, все Спасибо вам за эфир Я была очень рада С вами увидеться В Варшаве Шоу изменится В плане танцев Да, слегка изменится Но все останется Так же горячо И интересно Не переживайте Со мной будет мой балет Поэтому будут попки Длинные ноги Красивые костюмы И так далее Единственное Я буду с пузиком Очень интересное Тоже в суперкрасивом костюме В суперинтересном Все будет топчик Приходите Обязательно на шоу Поэтому до новых встреч Всем спасибо за эфир С вами была Маруф Я вас целую Объимаю в ясно Там, да Как говорит Рома Каграман Всем классного настроения Не смотрите телек Да Смотрите Что-то приятное Развивающее Что вам еще такое пожелать Ну что Счастья, здоровья Грошей богато Да Вот И все И все Всем пока Ну Му-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Продолжение следует...